Привет всем! С вами Марго. Добро пожаловать на урок английского. Сегодня мы с вами поговорим о том, как сказать о местонахождении какого-то предмета. А начнем мы со слова, которое вы уже наверняка знаете, встречали. In это в. Да, вот этот шарик. The ball is in the box. То же самое мы можем сказать, используя предлог inside. Inside это внутри. The ball is inside the box. Within состоит из двух отдельных слов. Это слово with, с тоже предлог, и in. Within это в пределах коробки помещается 10 шариков. Вот какое-то такое предложение. Значит, in, inside и within употребляются одинаково. Хорошо. Предлог on. On это на поверхности чего-то. Ну вот, допустим, если я положу маркер вот так, то он будет на поверхности коробки. Либо поверхность может быть вот такой. В русском языке мы точно так же используем предлог на. То есть на полу, на поверхности пола я стою. Доска висит на стене, и на доске наша сегодняшняя тема. Он это на горизонтальной поверхности или на вертикальной поверхности. Предлог by переводится, и вот эти все слова переводятся как рядом. Рядом, около. То есть вот наш замечательный шарик будет находиться где-то вот здесь вот, рядом с деревом. By рядом. Near, около. Close to. Close. Мы знаем его как глагол, это закрывать. А, но давайте представим себе закрытие. Вот, например, у нас есть две дверцы шкафа. Чтобы их закрыть, нужно их сблизить. То есть close еще выступает в значении близко. Близко к. И nearby то же самое. Вот эти три слова используются одинаково. Nearby ставится в конце предложения. То есть как бы после него точка. The ball is nearby. Все. Мячик рядом. At, next to и beside это тоже рядом, но намного ближе. Где-то вот здесь вот прям. Это еще может переводиться как в. Mary is at school. Mary в школе. То есть либо близко к чему-то рядом, либо в. Но об этом мы поговорим позже. Next to близко и beside то же самое. Beside используется в более формальных выражениях. На интервью, на работе, доклад рассказываем, презентация. Ну, в общем, вы поняли новости. Вот будет использоваться вот это слово beside. Но можно и next. Under и below. Under это под. То есть если вот мы возьмем нашу коробочку, то under будет вот здесь. Below это ниже. То есть under под, below ниже. То есть где-то вот здесь. Under под вот здесь. Или below, например. Ну, вот здесь пусть будет. Underneath это тоже что и под. Но как и beside в более формальных случаях. Beneath то же самое в формальном языке. Если это было под и ниже, то above это что? Наоборот выше. Вот наша коробочка и сделаем где-то вот так. Шарик. Воздушный шарик. Balloon. A balloon. В данном случае the balloon, потому что я вот показываю и один шарик у нас. The balloon is above the box. Across. Это через. Самолет летит через страну, например. The bakery is across the street. Булочная через дорогу. Предлог from. Переводится как из. Ну, допустим, была у меня такая знакомая. Дея. Она была из Бразилии. И есть. Дея is from Brazil. Вот эту замечательную матрёшку я привезла из России. I brought. Привезла. I brought this матрёшка from Russia. Between. Переводится как между. У нас есть два предмета. И вот третий предмет находится между ними. Ну, давайте скажем крестик. Cross. The cross is between two boxes. Предлог among переводится как среди. Один шарик красненький находится среди зелёных шаров. The red ball is among green balls. Among. G не читается. On the left. Это слева. Например, если нам надо сказать, что да, это вещь слева. This thing вещь. This thing is on the left. Либо слева от чего-то. Тогда будет on the left of something чего-то. Или on the left side of. Side это сторона. The shop is on the left side of the road. Магазин с левой стороны дороги. То же самое происходит с выражением on the right справа. In the middle of. Это посередине. То есть вот наш красный шарик будет находиться посередине. In front of. Переводится как перед. Behind. Behind. Это позади. Сзади или позади. My pen is in front of the box. Или my pen is behind the box. In the back of. Переводится так же, как и behind. In the background. То же самое значение, но на заднем плане. Когда репортеры снимают новости, нужно, чтобы на заднем плане никто не прыгал. На заднем плане у меня доска. Good. Outside. У нас уже есть похожее слово inside. Inside это внутри. Outside это снаружи. Дети снаружи. Kids are outside. Или можно сказать, если прям хотим сказать, что они на улице. То есть там есть какая-то дорога, какая-то улица. Мы будем говорить, kids are in the street. Но на улице, когда мы имеем в виду во дворе, или просто вне здания, это будет outside. Использовать предлоги легко. Нужно их просто выучить, как обычные слова. И в принципе они с русским языком совпадают. Но есть три предлога, которые вызывают много вопросов. Например, мы можем сказать, Mary is at school. Или можем сказать, Mary is in school. I walk with my dog in the park. Или at the park. Как правильно. In, on, at. Про by тоже есть что сказать. На эту тему будет отдельное видео. Здесь у меня есть название предлогов. И мы будем расставлять маленький красненький шарик. Вот, около данной коробки. Первый предлог. Me. Me, как переводится? Рядом. Но у нас есть рядом и очень рядом. Это просто рядом. Просто рядом с подарком. Окей? At. Это тоже рядом, только совсем рядом. Очень близко, да? Вот здесь. On. На поверхности. Значит, он может быть здесь, либо вот здесь. Ну, шарик наш установим вот сюда. Мы еще можем сказать on top of the box. Или лента на коробке. А, the ribbon, лента, the ribbon is on the box. Below. Как переводится? Ниже. Хорошо. Ниже это будет где-нибудь, ну, вот здесь. On the left. Это слева. Да? Давайте стрелочку нарисуем. Вот здесь. On the left. Across. Это через. Давайте скажем, что мы купили эту коробку в магазине через дорогу. We bought. Купили. We bought this box at the shop. В магазине. Across the street. Через дорогу. Inside. Внутри. Да? Предположим. Behind. Это позади. Вот с этой стороны будет более понятно. Under. Под. Под предметом, близко к нему. From. Из. Это коробка из магазина. This box is from the shop across the street. Это коробка из магазина через дорогу. Above. Как переводится? Сверху. On the right. Но это легко. Вот у нас есть даже шарик для этого. Так. Справа. On the right. И outside. Вот у нас есть внутри шарик. А теперь мы его вытащили. И он у нас стал outside. Ну вот, в принципе, и все. Обязательно посмотрите то видео, где мы детально рассмотрим in, on, at и чуть-чуть by. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...